Андреас Памбекерас, послушается в Украине. Как вам будет удобнее? Вы сначала что-то расскажете или сразу вопрос? Давайте... Вы попали немного встречами на сайте сайте, то, что вы хотели, а потом немножко позже можно будет ждать нашу... Хорошо, отлично, да. Ну давайте, может быть, было очень интересно для меня... Сначала хотел бы извиняться за то, что я опаздываю. У меня были проблемы с этим. Во-вторых, хотел бы сказать, что я очень рад быть в Харькове. Это мой первый висит в Харькове. У меня были достаточно жесткие расписания сегодня, много встречи. Самая интересная встреча для меня это всегда с студентами. У меня был разговор с студентами в ваш инвестиции здесь. Это для меня очень интересно и это то, что дает мне очень большое доверие на будущее этой стране. Я всегда, когда я путешествую в Украине, я всегда хочу встречаться с гражданским обществом. Потому что я всегда говорю, что я убежден, что самое большое преимущество на этой стране – это сильное динамическое гражданское общество. И мне кажется, что самая большая разница в Украине сегодня по сравнению с послеуранжевой революции – это гражданское общество. Более эффективное, более развитие. И когда я говорю гражданское общество, я тоже включу добровольцы, волонтеры. Я был в Краматорске вчера. И это просто удивительно, как люди помогают. Люди, которые избежали из их домов. Люди, у которых уже есть достаточно много трудностей, но они все равно готовы помогать. И это очень уважаемый дух, который существует сегодня в Украине. И я тоже думаю, что гражданское общество играет очень важную роль не только в событиях в Майдане, в Киеве потребуется, но тоже после Майдана. Что касается реформы, в Киеве существует реанимационный пакет реформ. Это где-то 70 организаций, 300 журналистов, юристов, которые создали более 30 законодательств, которые они провели через Раду и сейчас законодательства. Очень важные законодательства, очень важные реформы. И поэтому гражданское общество дает мне очень большое доверие на будущее в Украине. Поэтому я очень-очень рад, что у меня была возможность встретиться с вами. Но для меня, я не хочу, чтобы это будет монолог. Я думаю, что у меня гораздо больше интерес к вам, чем вы ко мне. И поэтому, если было бы возможно, я бы очень рад, если вы можете представить себе и рассказывать немножко, кто вы и что вы думаете о будущем этой стране и о будущем Ханкову. Спасибо большое. Да, пожалуйста, вопросы. Смелее. У нас возможность поговорить с послом. Пожалуйста. Господин посол, благодарен вам за то, что вы сегодня пришли к нам общаться. Зовут меня Дмитрий Марсон, общественный активист и представитель гражданского общества, о котором вы говорите. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас, по вашему мнению, международное сообщество оценивает реальный ход реформ в Украине? И как оценивает те риски, с которыми сталкивается гражданское общество при внедрении этих реформ? Как оценивает готовность к власти, политическую волю, что самое главное? Потому что я могу вам изнутри сказать, что когда мы, как гражданское общество, здесь многие сидят, мои коллеги, начинаем от власти что-то, так сказать, требовать от слов к делу по реформам, начинается, так сказать, саботаж, пробуксовывание и так далее. Вот как действительно на это все смотрит европейское сообщество? Как они оценивают результаты? Ну, у меня прекрасный переводчик, чтобы он не безработец, я пытаюсь по-английски. Спасибо большое за вопрос. I believe that the picture when it comes to reforms are a mixed one. То есть смешанная картина от реформ, впечатление от реформ? Have there been progress on the reforms? Yes, I believe there definitely been progress on the reforms. Has there been enough progress? I believe not. Есть ли прогресс в реформах? Да, он, конечно же, есть. Достаточно ли его? Недостаточно. I think it has been better in some areas, and I think it has been disappointing in other areas. В одних сферах он лучше, в других он обескураживает. When it comes to the fight against corruption, which I think is the silver bullet for the Ukrainian government and Ukrainian decision makers, I think you are better qualified to answer whether or not enough has been done. But I'm afraid that the answer is no. When we talk about corruption, this is what we can consider as a silver bullet for the government of Ukraine. Here we can argue. And we can probably tell ourselves how much of this is done. And probably not enough of this is done in Ukraine. But I believe that the establishment of NABU, the new national bureau on the fight against the eruption, is a step in the right direction. I think the challenge is that they have decided that no one that has been involved in fight against corruption, the last five years, is allowed to work in the bureau. And that fact would probably mean that it takes some time before the bureau is up and running. And the new head, who I will be meeting next week, I understand that he said that not until late this autumn will the bureau be up and running. And I think only then will we know whether or not it is efficient. So, in fact, for the last five years, no one seriously did not work with corruption in Ukraine? And still there is a process? No, no, no. It's a little bit different. So, there are the conditions in this bureau that no one who has worked with corruption in the last five years. There is no need to be able to work with this bureau. All right. And, of course, these people who are new, they still need to enter into the course of the deal. I think, when it comes to economic reforms, I think the government has done, make a decision, make a decision, make a decision, make a decision, make a decision. I think one of the most important decisions, which is probably the most impopular decision, is the fact that they decided to face out the gas subsidies. I believe that decision is unavoidable, there is no other alternative. For three reasons. Gas subsidies has been the single most important source of corruption money for higher officials. Second reason. Gas subsidies amounts to no less than 8% of the total GDP. Money that can be spent elsewhere. Eight. Eight. And thirdly, the gas subsidies has meant that there has been no incentive to invest in energy efficiency. And this is an area where Sweden, we invest 25 million euros a year to support Ukrainian reforms. And the biggest part of this money goes into helping Ukraine to improve its energy efficiency. Yes. And I am convinced that there is huge potential for Ukraine to be able to invest in energy efficiency. To reduce its gas consumption. I am convinced that Ukraine has a colossal potential to reduce its gas consumption. Ukraine is consuming three times more per GDP unit than the European average. Ukraine is consuming three times more per GDP unit than the European average. And investments into energy efficiency. I just came from a meeting with Megabank, who is helping us to give credits to people that want to invest in energy efficiency. We are giving them money and they are distributing this. They told me that the average payback time for investments into energy efficiency is about three years. And investors, we have already met with Megabank, who is making credit for energy efficiency. And they have worked with a scheme that through Megabank is being able to invest in energy efficiency. на сегодняшний момент, составляет три года. Окупаемость. Да, да, да. Срок окупаемости. Я считаю, что решение правительства поднять тарифы по газу было смелое и правильное. И будем говорить честно, каждый президент и каждое правительство Украины знало, что это нужно сделать, и будем говорить честно, что каждый президент и правительство избегал принятия такого решения. Но, конечно, важно, чтобы правительство сделало несколько важных вещей. Первое – это компенсировать наиболее, наиболее в разливе прошавки населения, которые постраждают от этих захватов. И, по-другому, я считаю, что мы нужны все. Украинский государство, и также общественная коммуникация, поддерживая Украину, нужно сделать больше, чтобы позволить украинских людей спасать газ, спасать энергию. И нужно делать больше и правительству Украины, и международному сообществу для того, чтобы граждане Украины могли экономить энергию. Спасибо. Спасибо. Друзья, давайте только вопросы покороче, и немножечко про пару слов о себе, чем Вы занимаетесь. Прошу вас. Да, пожалуйста. Наиболее полу общественная организация «Автамальдам Харьков» основное направление нашей деятельности – это помощь АТО, патриотическое воспитание хазерского, скажем так, населения и филюстрационная и декорационная деятельность. У меня вопрос, может быть, такой глобальный, но, опять же, если можно структурно, вот как Вы определите основные направления взаимодействия с Украиной, то есть основные приоритеты взаимодействия с Швецией и с Украиной в настоящее время? Я слышал что-то, что Вы взаимодействуете по силовому блоку, насколько я понимаю, при форме силовых ведомств Швеция будет принимать участие, если можно походить. Силовой ИПКО. Силовую ли я. Скелабель Силовую ли я. Ага. Силовая ли я. Милитарь, RI. Хрим то. Силовая ли я. Проблят здоровь-лиcuаря с украинским. Одна украинской связи вון более coat theories – одну связи vara для прогресс— это Marcus Даусская ведомь. Одни я подробно союз predecessor года. flags, быть скажем Lov Later года? Сейчас мы подробов 해� будемmotать 250 миллионов евроender Вữera на год. Мы разделяем таким образом поддержку. Из упомянутых 25 миллионов евро, как мы уже сказали, основная часть уходит на реформы, на поддержку энергосберегающих мероприятий. Около 40%. 5 миллионов евро уходит на поддержку гражданского общества. При этом, как это осуществляется? Есть поддержка Core Support, это базовая поддержка, ключевая поддержка 30-40 NGO. 13-14. 13-14. 13-14. Ключевых таких, как Хельсин, Ельсин, Сент-Центр ЮА, Граманская Телевача и Тругие. И также поддерживаем реформу правовой системы, реформу правовой системы через Совет Европы. И третья часть – это поддержка реформ рыночных и развития конкретных способностей. Это та часть, которая касалась именно поддержки реформы. Следующий момент – встреча была на правительственном уровне, когда была предложена займ 100 миллионов евро. И третья часть – это поддержка 9 миллионов евро через разного рода международные организации, объединенные организации и объединенные нации. Как комплимент к этому. И это более символично, чтобы показать солидарство с украинскими людьми в трудных временах. И как добавление к этому. Символическое добавление. Потому что объем – это не очень большое по сравнению с другой поддержкой. Но тем не менее важный источник в демонстрации. Важный. И это поддержка, которую мы даем больнице в Непропетровске, которая принимает раненые солдаты, которые ранены из пожара. Правильно сказать? Да. Ожоги. 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 Я думаю, что люди приходят в Украине, чтобы посмотреть на возможности, как мы можем организовать это. Я буду очень frank, но это не важно, потому что я не хочу сказать, что мы не будем говорить так много, но это более символик. Это около $100,000, и в сравнении с тем, что мы делаем на реформе, это гораздо больше. Я не понимаю английский, но если я могу сказать, то есть в целом, пока что решается вопрос по этому тренингу, еще не до конца понятно, в каком городе это будет, но среди той суммы, которая уже выделяется, как я понимаю, средства, уже предполагается, что будут средства. Да, средства, если принципиальное решение государство уже приняло, но как это будет механически решено, это пока не решено. Спасибо. Депутат Харьковского правосовета Дмитрий Мариков. Господин посол, у меня к вам... А, ну, чем я занимаюсь? Я сейчас общественностью в основном занимаюсь вопросами борьбы с коррупцией, которая сегодня, которая погряз Харьков примерно с 2010 года, со времени избрания мэром города Кирмса. Тема у меня по этому всегда одна. Вот у меня к вам вопрос такой, он, наверное, вполне шуточный. Скажите, пожалуйста, а в Швеции когда-нибудь от пятого уголовника, который отсидел два года, выбрали бы мэра? И вообще это возможно в Швеции? По закону. По закону? По закону выиграли. Да. Да, да, сейчас я понял. Да. Честно говоря, я не знаю, я никогда не слышал о том. Но я часто говорю, я не знаю всех мерах, швейц тоже. Я думаю, что это. Спасибо. Немножко о себе и краткий вопрос. Да, немножко о себе, пожалуйста. Я Баскетимович, я журналист, но сейчас я работаю в Национальной ТВ и Радио подкастной консультации в Капу Ричин. Для нового публика СРАНИ КАРА. Да, Национальной ТВ. Я уже решила, что на ней было проще и проще в Капу Ричин. Да, реально. Скажите, как вы всегда будете подменилить в Капу рождец? В Капу Ричин в Украине. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. который означает тоже директор и все. То есть это независимо. Такой же модель есть в Великой Британии, BBC. И я думаю, что это важно составить здесь в Украине, потому что, как вы все знаете, ульгарки имеют большое влияние на телеканалы в Украине. И я думаю, что очень важно. Это моя жена, которая только пришла, она. Я думаю, чтобы уменьшить это влияние, очень важно создать телеканалы, которые, но не зависимые, которые передают новости, которые объективнее, которые правильнее. И это особенно важно сегодня, не только в вопросах ульгарков. Это тоже важно в борьбе против пропаганды, российской пропаганды. То есть я думаю, что, если вы меня спрашиваете, я думаю, что это очень важное решение. Я очень надеюсь, что это будет сейчас выполнено, и чтобы государство найдет деньги за это тоже. Потому что, если это канал, который без денег, тогда невозможно продюсировать и создать хорошие программы. Если не хорошие программы, никто не будет посмотреть, смотреть. Правда? И поэтому должна быть достаточно большой бюджет тоже. Я думаю, что это очень важно. Спасибо. За пожалуйста. В Голаде, профессиональная психологическая служба. Я попросу тренингов, насколько возможно ожидать поддержку от вас, но я и кто, от вашей страны, с точки зрения развития или построения диалогового пространства в Украине, образовательного тренингов и поддержку техники и ненасильственного общения, поскольку ваша страна богата на такие технологии. Может ли это рассматриваться? Это техника. Техника коммуникации. Нон-вайлот. Нон-вайлот. Ага, диалог, да. Я думаю, что... Хотел бы добавить тоже, сейчас будет ответ на ваш вопрос, что касается реформы, если государства или правительства достаточно, я думаю, что большой вызов для государства, для правительства, для всех, которые входят в власти, это объяснить для населения, что они делают и почему они делают это. Особенно, что касается повышения газа. Это прекрасный пример. Потому что люди сейчас, они просто получают счет, который три раза выше, чем год назад. И они не понимают, почему так. Надо объяснять, почему это важно, почему они это так делают. Что касается диалог, я думаю, что это очень важный момент. Я был вчера в Краматорске, где ОБСЕ создал очень хороший семинар, конференц, где они пригласили людей, которые представляют власть в Украине, объяснить, что они делают. И там были рабочие группы, которые обсуждали медиа-вопросы, безопасные вопросы, экономики, социальные вопросы, разные вопросы. Я думаю, что такие... Ну, в принципе, Украина нуждает больше диалогов, больше дискуссий между разными частями странами, но тоже между властью и населением. Это очень важно. Но такие программы у Вас есть? И готовы ли выделиться? Да, да, это готовы все. Знаете, я вам как-то так вот. Потому что мы получили поддержку в медицине, обучении, обучение по строительскому пути построения работы с военными. Да. И вот это важная тема, которая... Да. Ну, это... Особенно программы это нету. Но сейчас мы смотрим, но... Мы получим аппликашн, сэвки. Заявки, да. Аппликашн, сэвки, да. И рассматриваем и посмотрим, как это... Если это подходит в нашу общую программу тоже. Но пока у нас такой нету. Но мы поддерживаем ОБСЕ тоже. ОБСЕ сделает это национальная форма диалога сейчас. Просто хотел бы добавить, что касается диалог между разными странами. Для меня это удивительно, что для всех украинцев, несмотря на то, что если они живут в Краматорске, или в Волгове, или в Харкове. Может быть, я ошибаюсь, но... Мое впечатление, это то, что проблемы такие же есть. Главные проблемы. Это коррупция. Это отсутствие права. Да. Да. Принципы верхенства права. Да. Принципы верхенства права. Вы знаете, что я имею в виду. Это инфляция. Это то, что заклады немцы достаточно высокие. И поэтому это очень важно обсуждать вот этот вопрос. Потому что у всех есть такие же проблемы. Мне кажется, что самая большая проблема, это не федерализация, не федерализация, не русский язык, не украинский язык. Это вот эти вопросы. И я думаю, что вот эти вопросы. Есть общий ответ на эти вопросы. Это реформы. Больше реформы. И хотя это будет тяжело в ближайшее время, я думаю, еще минимум. Средние. Средние сроки. Средние сроки. Средние сроки. Средние сроки. Я достаточно большой аутлилист. Да, пожалуйста. Меня зовут Наталья Яковлева. Я совместитель Большого Владаторского Новохода на Харьковскому. У нас широкий ректор. Но мой вопрос будет узкий. Вы сказали, вы много работаете с молодежью. Вот что бы вы сейчас рекомендовали хайперской молодежи? К чему учиться? К чему стремиться? Потому что этот вопрос был в будущем. Да, да. Абсолютно согласен. Во-первых, я думаю, что важно научить язык. Английский язык. Это важно. Это важно для всех. Это важно для шведских молодежи. Я думаю, что то, что Украине нужно, это больше entrepreneur. Вы принимаете. Вы принимаете. Вы принимаете. И это важно для всех стран. Особенно для Украины. Потому что здесь есть, как я сказал, большое влияние из органиков. Есть большие комбинаты. Но то, что отсутствует, не отсутствует, но должно быть больше, это средние и маленькие предприятия. Потому что это для всей экономики. Для шведской экономики. У нас есть Ikea, Volvo, Ericsson, большие компании. Это компания H&M. Но, как, the beacon of our economy. The fundamental economy. Это средние и маленькие компании. И я думаю, что есть большой потенциал. И это тоже ответ на вопрос. Что надо, то есть стремиться. Большой потенциал в Украине сегодня, особенно в H&M, это IT. IT сектор. Я посетил сегодня шведская компания, которая называется Sigma. Они производят софтвер для компаний. В основном в Северной Европе, компания в Северной Европе. В Швеции и других стран в Северной Европе. Они производят это здесь. Потому что здесь есть очень высокий уровень обучения. То есть здесь есть огромный потенциал. Второй сфер, где есть огромный потенциал, это сенское хозяйство. Потому что мы все знаем, что ваша черная семья это самая лучшая семья в мире. Очень фертайл. Родючая. 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 То есть здесь есть очень большой потенциал. И я, когда я говорю с шведской компанией, я всегда признаю, что хотя происходит конфликт, все равно сейчас хорошее время инвестировать в Украине. Это сейчас лучшее время. У нас сейчас цены упали. Нет, нет, сейчас уже прекрасно. Цены уже низкие. Уступать не движется. Потом раз и два, три раза. Да, да, да. Совершенно верно. А инвестировать разделяю, пожалуйста. А инвестировать? Я думаю, нет, это хорошее покое. Спасибо шведское предприятие, они слушали меня. Но в основном они ждут сейчас. В основном сейчас ждут. Что они ждут? Да, это, конечно, они очень часто, когда они слушают новости о Украине, это конфликты, о войне. Это, конечно, влияет. Но то, что важнее, которое они ждут, это реформы. Если будут действительные реформы, если люди здесь, если вы говорите, что сегодня коррупция меньше, чем год назад. Если вы говорите, что сегодня судьи более самостоятельные, чем год назад. Если вы говорите, что сейчас это легче обратиться к власти. Это очень влияет на шведских инвесторов. И я думаю, что тогда они будут тоже инвестировать в стране. Потому что они понимают этот потенциал. Они умные. И шведская экономика очень зависит от экспорта и торговли. Мы достаточно маленькая страна. Ничего себе маленькая. Вы больше и больше? Нет, да. Ну, 10 миллионов. Ну, средний. И шведская компания, они сразу, когда кто-то создает компанию, может быть, еще один коллега добавит. Потом сразу ищет рынки. И сразу. Это всегда было так. И поэтому очень большая часть наша ВВП, это экспорт. Очень большая часть. Да, пожалуйста. Да. А себе немножко. Да. Здравствуйте. Меня зовут Алёна Купина. Фонд местной демократии. Мы реализуем проект, который называется «Диалоги для разрешения конфликтов общественных, для сложения эскалации в весе общества». И вот на нашего диалоговой площадке эксперты лидеры мнений, они не только предлагают методы решения конфликтов, которые бы учитывали интересы разных сторон, но и вырабатывают меры по профилактике конфликтов. Скажите, в Швеции есть какие-то модели работающие по профилактике различного рода конфликтов, идеологических, политических, экономических в том числе? Спасибо. Это был такой сложный вопрос, я был по-английски. Ну, хороший вопрос. В шведской дипломатии существует длиннодолгая традиция потратить время и усилия на предотвращение конфликтов. И для того же, также попытаться понять, лучше понимать, почему вообще происходит, почему начинаются конфликты. Я скажу честно, конфликт в Украине начался из-за агрессии России. Но есть другие элементы в конфликтах. Я не говорю особенно о конфликтах в Украине, но в других областях, в которых вы можете видеть очевидную тенденцию, что, например, повреждение, лишение правительства, лишение правительства, лишение правительства – это самые важные причины, почему конфликт начался. Но мы должны точно также посмотреть, что существуют и другие причины для конфликтов. Мы в данном случае говорим вообще и за пределами Украины, когда они случаются. Это, например, бедность, это отсутствие правосудия и защиты прав человека. И отсутствие демократии. То есть это толкает людей к конфликту. Я где-то читал, что две демократии никогда не воевали между собой. Но я хочу добавить один элемент, который очень типичный сведеский, потому что мы очень пытаемся усваивать женщины в нашей политике и поддерживать гендерную правительство. Но еще есть один очень шведский элемент, который присутствует в нашей дипломатии. Это поддержка гендерных прав и равноправия. И участие женщин во внешней политике. И мы убеждены, что иметь более равное общество в плане гендерного баланса это тоже важный элемент предотвращения конфликтов. И точно так же, когда пытаются решить конфликт, то очень важно тоже учесть гендерным аспектом, учесть гендерный баланс в решении этого конфликта. Потому что если у вас 5 человек на одной стороне конфликта, 5 человек на другой стороне, договоривая, как решить конфликт, вы можете быть уверены, что никто не будет думать о том, как это влияет женщин, которые имеют 50% на уровне. То есть вы должны быть просто глубоко убеждены, что если с одной стороны участвуют 5 человек в конфликте, и 5 мужчин в конфликте, и 5 мужчин... Да, мужчин, да. Если честно, это почти всегда так. Может нам с Ириной Кабаева переговоры вести? Нет, вопрос не об этом. Вопрос здесь именно в том, что тогда не учтены вообще интересы женщин в решении этого конфликта. И я также прочитал однажды, почему тоже важно иметь вот эту гендерную перспективу во всех вопросах. За шведские деньги мы строили, да? Да, мы хотели бы построить данный дом или история. Да, история, да, да. История жизни в Швеолке мост за деньги шведские. И как во всех частях мира только мужчины принимали участие в планировании построения этого моста. И они построили мост для того способа перемещения, который традиционен в Шри-Ланке для мужчин. То есть это автомобили и мотоциклы. Но они полностью забыли, потому что нет женщин, нет женщин. Это было, что почти все женщины и дети путешествуют пешком. Но они единственное, что забыли, то, что практически все женщины и дети в Шри-Ланке путешествуют пешком. То есть только пешеходные, не было пешеходных дорожек, только полосы для мотоциклов и автомобилей. И этот пример может быть для всех стран удачным, почему нужно, чтобы женщины участвовали в принятии решений. И я не только говорю, потому что моя женщина здесь. Спасибо. У меня вопрос о Харьковской кризисской инфоцентре. Мы занимаемся тем, что даем возможность вам общаться со всеми жителями города и тем, кто подучаствует. У нас есть стрим-трансляция, у нас есть сайт, на котором мы транслируем наши встречи. И вообще мы занимаемся информацией, поездками в АТО, собиранием мнений. В общем, огромный, обширный такой аспект. Вопрос вот какой. В 90-е годы существовала, не знаю, правда или нет, такая мипа о том, что в Швеции построен социализм самый лучший. Это правда или нет? Он был всегда построен или это просто идеология была коммунистов? Я не знаю. И я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. И я не знаю. Он спросил, что это грустная. Он спросил, что в 80-е годы, я чувствовал себя, что «Свежие построен социализм»? Я считаю, что Швеция прошла много изменений, перемен. В 80-е была большая роль государства, чем сейчас. И почему роль государства уменьшилась, потому что у нас был свой экономический кризис в начале 90-х годов. Кризис был настолько плох, что была спекуляция против кроны, вместо того, что кризис был настолько плох, тяжелый, что была спекуляция против кроны. Местных жителей пришлось временно поднять процентную ставку по кредитам до 500%. И в связи с этим кризисом нам пришлось экономить и уменьшать роль государства. Мы все еще любим думать, что мы живем в обществе всеобщего благоденствия. Но что поменялось, что больше рыночной экономики пришло в сектор welfare, оказание помощи, поддержки. Как welfare, по-русски. То есть welfare – это то, что государство предлагает в обложении. Ну вот у нас, видите, даже термин этого правильного нет – welfare. Нет, все услуги, которые государства – это школа, медицина, это все. Сотсваке. 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 То есть у нас, например, система частных школ такова, что дети получают ваучеры, и каждый получает ваучеры, и он решает, куда он хочет идти – в государственную школу или в частную школу. И вот эта школа получает вот этот чек, который есть. Который государство оплачивает этот чек. Для многих стран это капитализм 2.0. Это очень, то есть капитализм. Нет, нет. Это же цену для каждого ребенка. Он должен оплачивать вам, если что? Нет, это, 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 это чек, который государство оплачивает. Сколько это в его? А, я не знаю. Это у них есть чек. Сколько чек? Сколько чек? Сколько чек? Сколько чек? Моя жена сейчас узнает. Сколько чек? Я не знаю. Это не мятское что? Значит, просто есть. their work but not the whole if the expenses are higher in the school ending for the quality you want exactly yes no 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 it's a fixed voucher so we don't have to pay more but if school school has to provide more quality no they cannot do that they get the voucher not more and then of course so we have discussed that in my opinion it's not that because if the school for the quality of the school should be more than the voucher then I have to pay this means that you have a good business if it is not enough to do that it's not enough to do that it is not enough to make a difference between the local schools or the community and private schools it is really a part of the problem they can't be honest with the whole. это не моя моя жена всегда права это не частные так называется свободный школы но вот это свободные школы они имеют право сделать прибыль иногда это частные компании которые зарабатывают деньги тоже но для многих стран это очень то есть рыночная идея и у нас тоже есть частные предприятия которые обеспечат медицинскую помощь тоже которые государство оплачивает это тоже для многих стран это очень такой рыночный в этом плане швеция сейчас очень такой рыночная страна в другой плане люди думают что мы очень то есть сосредо-тематологическое например это вот тоже очень хороший пример что касается равноправности когда мы получили наши наши два детей у нас все правильно все правильно просто догадываемся о чем идет речь а а а ну как как это было что вы это 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 Продолжение следует... 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 Это права, это фикс, то есть для всех, независимо от коммерческих или государственных, и поэтому у всех есть возможность оплатиться, то есть это не вопрос о деньгах. То есть частный садик не может быть дороже, чем государственный? Да, но это очень частный садик, то есть нет, в принципе они не имеют права. Но самое важное, это то, что все могут позволить себе место на детском саду. И это очень хорошо, потому что после того, что я был дома, мы все могли бы работать, то есть это очень хорошо для государства, потому что мы обе работаем и обе оплачиваем на влоги. То есть для экономики это очень-очень важно, очень хорошо, потому что у всех есть возможность комбинировать и детей и работу, потому что есть вот это детские сады, которые такой доживо, не так много стоит. Вы говорили, что вот вам удалось понять, что государство должно быть меньше в стране. Соответственно, есть кто-то вы, а есть государство. Вот кто эти вы, которые влияли на государственные структуры и на власть в Швеции? Это, ну, как сказать, гражданское общество. Как оно формируется? Какие у них есть инструменты воздействия? Ну, я думаю, что это хороший вопрос. Я перевожу Шене. Он спросил о том, как мы поединяем силы, и как общество будет организовано в мире. Мне кажется, что в Швеции в большей степени гражданское общество – это организации, которые занимаются услуги спорта, например, в меньшей степени политические вопросы. Потому что я думаю, что большинство шведов думает, что они могут влиять в власть раз в четыре года, когда они голосуют. Это основной инструмент. Конечно, если они очень недовольны, они могут администрировать и писать статью в газете. Но это, в принципе, редко бывает. Я думаю, что все думают, что если они недовольны с властью, они думают, хорошо, в следующий выбор я буду голосовать за другую партию. Это в основном. Я думаю, что то, что отсутствует в политике в Украине – это идеология. Потому что здесь в основном все партии, они собственно вокруг одного человека. И я думаю, что для несприятелей в Швеции это легче, потому что все партии, они в основном виду логи. все знают, что если я за эту партию голосую, значит, налоги растут. Если за это налоги уменьшаются, но государственные услуги немножко меньше тоже. Это выбор, я думаю, что дает людям доверие, что они могут влиять на их будущее через голос. То есть в Швеции получается так, ну, уже система выработана, что если партия обещает налоги повышать, то они повышаются. И наоборот. У нас, к сожалению, есть вот другое. Обещают поднижать, а они наоборот повышаются. А вот скажите, вот если вот назад отмотать, ну понятно, что у вас уже система выстроена от государственных органов и общества. А раньше все-таки, наверное, не сразу было все так идеально. Вот как формировалось то, что вот раз пришли, прошли выборы, пришли партии, не исполняя свои обязательства. Вот как общество на это влияло? Как власть отчитывалась перед обществом? Как зарождались эти процессы? Это был такой очень длинный процесс через много-много-много лет. У нас играла важную роль профсоюзные тоже. Профсоюзные, которые дали рабочий класс влияние и голос в политические дискуссии. Но тоже было такое, гражданское общество, но это давно уже, было то, что называется, это организация, которая думает, что никто не должен выпить алкоголь. Как это называется? Они против алкоголя. Ага. Нон алкогол? Да. Выграли большую роль общество? Это было как 90 лет назад. Были организации, потому что аркулис, были очень большие проблемы в государстве. И они сказали, у нас, в нашей организации, никто не бьет. Это тоже. Если вы развиваете политические системы, я говорю о ныктрественной рации, какие были важны в формировании среди советской демократии? Фактфоревания, ныктрественной рации? Да. Можно поговорить о том? Спасибо. Возможно, есть господин. Да. Скажите, как вы оцениваете систему здравоохранения Швеции? И считаете ли вы, что вы что-то можете научить украину области реформированию? Потому что, как вы знаете, у нас сейчас реформа здравоохранения достаточно активна? Эткера. Эткера. Да. Эткера. Ну, это немножко идеологический вопрос, по-моему. Мне кажется, это невозможно создать хорошее, очень качественное здравоохранение, если нет налогов, которые достаточно высокие. Это то, что у нас в Швеции. У нас в Швеции есть частные альтернативы, услуги. Но это достаточно редко бывает. И все финансировано через государство, то есть через дороги. И это очень большая часть ВВП у нас. С какой процент? То есть ту проценту, как волен из Мали? А кто это? Она, моя жена сейчас узнает. Она говорит. Вопросы, они сложнее и сложнее. Поэтому, ладно, давайте попоследнее. Немножко о Сибири. Я вот, наверное, все-таки продолжу вопрос по поводу роли гражданского общества или организаций в вашей стране, потому что профсоюзное движение у нас никогда не играло такое большое влияние. После революции у нас сложилось, как вы знаете, очень много гражданского движения и организаций, которые пытаются, собственно говоря, заставить власть работать по-новому. Доказать власти, что исполнительная власть – это нанятые менеджеры, которые подотчетны нам, налогоплательщикам. Но нет механизмов вот этого контроля за властью, нет механизмов отчетности. Наша власть не умеет отчитываться. Для нее это что-то страшное. Вот есть ли такие механизмы у вас, как гражданское общество спрашивает отчет власти или как власть отчитывается? Как происходит контроль? Вот мэрия, да? Мэрия принимает бюджет. Можутки люди влияют, контролируют ли они за принятием бюджета и за расходом. Это очень хороший вопрос. Нет доверия выбору. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что два веще важных. Один – это то, что мы называем по-английски «transparency». Открытость. 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 То есть в Швеции есть очень большая степень открытости. То есть где, в принципе, все остальные могут обратиться в власть и сказать, я хотел бы посмотреть этот документ. И власть тогда должен отдать вот это только на документ. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что это улучшается тоже в Украине. Я был очень рад, когда я видел, что было совещание антикоррупционного комитета в Раде. Это был стриминг онлайн. Такие вещи. Ну, может быть, это не самое главное, вот это совещание, но это как принцип. Это очень важно. Что то, что ГРАЗ делает, должна быть транспарант. Открыто. Прозрачно. Прозрачно. Очень хороший пример, это в Барлине. Я не знаю, если вы были в Барлине. Там парламент, так сказать, все здания для комитетов в парламенте в Барлине. Прозрачно. Это стекло, да. Прозрачно. Чтобы люди могут все время смотреть, что политика делает. Это как принципы очень важно. И во-вторых, я думаю, что очень важно, что хорошие СМИ, то есть СМИ, это то, что мы уже обсуждали, то есть самостоятельные газеты и ТВ-новости, которые действительно пишут и рассказывают, что происходит. Потому что это для шведских властей очень важно. Но это тоже для меня как посол, я об этом думаю. То есть если газета узнает об этом, я могу сказать, да, это было мое решение, и да, это было хорошее решение. То есть это вот что. Очень важно. Но я думаю, что в Украине это улучилось тоже. Я думаю, что в этот Reanimation Package for Reform и другие организации, ну, совместные организации и тоже СМИ играют сейчас важнее и важнее роль в Украине. И поэтому, ну, как я сказал, я оптимист. Вы тоже здесь. Да, да. Это надо вспомнить себя. Да, есть огромные высоты, огромные проблемы, но тоже есть огромный потенциал. И я уверен в том, что условия изменять страну, поменять страну никогда не были лучше, чем сегодня. Это... И поэтому это... Мне кажется, это невозможно не быть оптимистом, когда вижу вот эту силу, это двигатель, это мотор изменения, которые существуют в везде в Украине сегодня. И поэтому это... It's a matter of time. Вопрос не можно задать в развитии просто населения? Конечно. Последний вопрос. А все-таки, как вы считаете, может ли быть у политиков Швеции настолько вот большое искушение использовать власть таким образом, чтобы заработать, ну, не миллион, миллион евро мало, там, миллиард евро и куда-то убежать из Швеции навсегда? Да, ты и ищешь. И какие механизмы Швеции останавливают этого политика от такого поведения? Ну, в принципе, все, которые решили заниматься политиками в Швеции, они не это делают, чтобы зарабатывать деньги. То есть они принимали решение, что хорошо, я хочу... А для них власть важна. Они, по-моему, по-моему, это конфесс, как говорили. Конфесс, continue, because... Они конфесс, что они любят быть в силу, потому что они любят в силу. Они признают, что хотят быть во власти, потому что получают удовольствие от власти. Посвящаясь. То есть это не власть, это не бизнес. Да, это власть и бизнес. Но еще раз, еще раз, это одна из войсков для Украины, что есть, ну, последние 20 лет были отношения между власть и бизнес были слишком тесны. Честно говоря, но, честно говоря, это существует в других странах тоже. И еще раз, я думаю, что то, что важно, это развитие сектора средних и маленьких предприятий, потому что в Швеции средние и маленькие предприятия никогда не акцептировают. Не принимают. Не принимают, если политики только слушают на большие предприятия. То есть они как counterbalance, который очень важен. Последний вопрос. Деньги на международную помощь. Да? Да. Процентом отношения? Да, почти, почти процент из ВВП мы даем как международную помощь другим странам. Ну, в принципе, самые бедные страны, но включительно Украина. То есть development assistance. Помощь в развитии. И шведы, в принципе, готовы это делать. Но только если они знают, что есть эффект с этим деньгом. Что это помогает этим деньгам. Поэтому это для меня, как посла, очень важно знать, что вот эти деньги, они не будут кормить коррупцией и такие вещи. И поэтому мы сделаем очень жесткий follow-up и auditing все проекты. Это очень хорошо, потому что это важно, чтобы создать высокое доверие на нашу помощь. То есть в Швеции. Но это высовет на меня тоже, потому что это значит, что я часто получаю очень хорошие приглашения. То есть давай, пожалуйста, помогите вот эту программу. Я вижу, что это хорошая программа. Но, может быть, они не могут выполнить все условия, чтобы я могла принимать хорошее решение данной деньг. Вы понимаете, что это, конечно, это должно быть, но иногда это тоже немножко frustrating. Фрустрирует. Вот это все регуляции, которые должны быть. Но я понимаю, что это должны быть, потому что это деньги, которые я и шведы уплачивают как налоги. А что значит жесткий аудит по-шведски? Это значит, что у нас есть профессиональные компании, которые проводят это. Но я хотел бы сказать, что это тоже, что касается нашей помощи государственного общества, я сто процентов уверен, что это была очень хорошая помощь, которая действительно помогала стране. И, ну, как все в жизни, это много отношений, доверия тоже. В этом смысле я уважен. Но это хороший пример. Вот это гражданское общество, это организации, ну, Center UA, и Helsinki Group, и Media Law Institute, которые мы поддерживаем, все вот эти организации, они все говорят, что это было так тяжело, когда мы хотели получить деньги, потому что все вот эти условия надо было звонить. Они должны указывать, что все вот это, то есть организация, все должно быть, им было надо отдать так много времени. Но после этого они сказали спасибо, потому что сейчас наша организация гораздо лучше работает. То есть, конечно, спасибо за деньги, но тоже спасибо за то, что у вас были такие жесткие условия, потому что сейчас наша организация более эффективна, чем раньше. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за то, что вы пришли.